Друзья, всем привет! В этом видео напишем с чатом GPT небольшой Pump Dump Screener для биржи Bybit. Будем отслеживать весь рынок и будем смотреть, где у нас происходит резкий спад, либо резкий дамп. И в таком случае будем высылать уведомления в Telegram Bata. Также я запущу данный проект на сервере своем, и подписчики моего канала смогут бесплатно его использовать в своей торговле. Также, если вы хотите научиться программировать подобные проекты, торговые алгоритмы любые, связанные с централизованными биржами, то сейчас проходит запись на второй поток обучения. Всего выделено 5 мест, так как делаем упор на индивидуальном обучении. Все подробности я писал в своем Telegram-канале, вы можете перейти, ознакомиться и задать любые вопросы мне также в Telegram. Все контакты под видео, и сейчас приятного просмотра. Как обычно, начнем с того, что сделаем какой-то запрос о GPT, опишем все, что мы хотим получить. Делаем такой простой запрос, просто говорим базовое, что мы хотим получить. Также давайте использовать новейшую версию GPT, O1 Preview. Делаем запрос. GPT выдает нам вот такой ответ. Здесь он подключает синхронный WebSocket и пытается сделать подписку на трейды. Мы будем использовать не трейды, а свечи. Ну и в принципе у нас запрос был достаточно маленький, неподробный, поэтому такой ответ. Давайте уточним. Делаем такой запрос, уточняем, что мы хотим получить, что мы будем использовать свечи и асинхронный желательный WebSocket. Тема с WebSocket мы обязательно проходим также в нашем обучении. Это очень важная тема. Так, сделали запрос. Получаем ответ. Здесь подключаем мы, значит, асинхронный WebSocket. Но GPT здесь как-то криво его подключает. Но ничего, сейчас мы это доделаем. Давайте попробуем перенести эту часть кода. Давайте попробуем перенести эту часть кода. Библиотеки у меня уже все установлены. Ну да, то есть если мы напрямую взяли, запустили просто код, нам написалось, что сервер отклонил наше соединение, потому что оно здесь сделано неправильно. Переходим в документацию Bybit. Здесь у нас вкладка со стримами. И здесь у нас вот пример для подключения подписки на свечи. Здесь у нас есть пример для биткоина. То есть мы сначала указываем название стрима, таймфрейм и сам символ, который мы будем торговать. Также в документации здесь мы видим базовые URL для стримов. Нас интересует данный URL. Его и возьмем. Здесь я вывел дату. Соединение у нас проходит. Мы получаем информацию по свечам. Пока только по одной паре биткоина. Давайте будем отслеживать, например, минутку. Минутный таймфрейм. И сюда осталось нам подключить список всех пар. Для этого нам нужно сделать запрос по всем существующим парам на фьючерсах Bybit. Я скидываю ему корректную версию подключения веб-сокетов асинхронных. И пишу, что нам нужно получить список всех пар фьючерсов Bybit. Посмотрим, как он этот запрос напишет. Итак, здесь GPT написал уже ответ. Давайте попробуем возьмем эту функцию и оставим ее протестируем. Так, для начала здесь делаем вывод даты, чтобы проверить, правильно ли URL. Так, URL верный. Здесь у нас возвращается список символов. Давайте проверим. И выведем его. Да, посмотрите. Все у нас верно отображается. GPT полностью правильно написал нашу функцию. Ну и супер, мы сэкономили время. Так, переместим данный запрос вот сюда. И будем передавать список всех пар в нашу функцию Bybit.clinedStream. Сюда передаем. И теперь через цикл сделаем список всех стримов. Примерно так будет выглядеть эта часть кода. То есть мы перебираем все символы и в наш список стримов добавляем название стрима. И здесь уже передаем стримов. Давайте попробуем запустить, посмотрим. Да, видим, у нас очень много информации мы получаем по каждой паре, по минутной свече. Так как у нас асинхронный WebSocket, то у нас все успевает отображаться. Это можно пока убрать. Давайте попробуем взять одно из этих сообщений. Отправим его в GPT. И попросим относительно этого сообщения сделать фильтрацию всех данных. То есть чтобы он правильно сортировку все написал. Мы получаем ответ. Здесь нас интересует функция с сортировкой. Здесь мы получили ответ. Нас интересует функция с сортировкой. Возьмем вот две вот этих функции. И можем полностью их заменить. Тут GPT добавил еще какие-то переменные, которые они используют. Но, возможно, они нам понадобятся позже. Давайте запустим, проверим. GPT поменял вызов Symbols. То есть у нас во время запуска WebSocket мы получаем все пары. Поэтому нам не обязательно запускать эту функцию перед подключением WebSocket. Мы видим здесь информацию, пару, по которой приходят сообщения о low price и high price. То есть наименьшая и наивысшая цена свечи. Да, мы получаем информацию. Все ключи подобраны правильно. А то бывает, что GPT неправильно название ключа какого-то в словаре обозначить. И потом никуда ничего не попадает, ничего не работает. В данном случае все работает хорошо. Это мы можем убрать. GPT здесь написал формулу для определения пампа-дампа относительно цены закрытия свечи и открытия свечи. То есть цена закрытия минус цена открытия поделить на цену открытия и умноженное на 100 для отображения процентов. И здесь он написал. То есть 5% мы смотрим. Давайте попробуем указать 1% и запустим. Только запустили и смотрим, что у нас уже 5 сигналов по одной монете. Монете Degen. Только запустили и видим уже, что у нас 5 сигналов по одной монете. Возможно, сейчас достаточно волатильное. Вот мы открыли график, значит, и видим здесь, да, последние свечи. Показывали хороший рост. Таймфрейм у нас минутка. Поэтому вполне может быть. Давайте посмотрим еще. Может какие-то сигналы придут. Также сюда можно добавить ограничения по количеству сигналов, чтобы не было какого-то сильного спама. И, например, отслеживать от 2%. Но, конечно, когда рынок волатильный, будет очень много сигналов. Да, сейчас мы реализуем достаточно простой проект, который участники нашего обучения спокойно смогут реализовывать. Тут не торговая стратегия, ничего. Здесь достаточно простой функционал, один запрос и подключение веб-сокета. Поэтому это очень простой пример. Пришел еще один сигнал. Давайте посмотрим. Монета CVC. Было снижение на 1%. Видим, да, что у нас последняя свеча была short. А тут, ну, около процента, да, было снижение. Что, в принципе, говорит о том, что сигналы работают. Ну и да, монета. Ну да, еще один сигнал по вот этой монете. Достаточно волатильный сейчас. Я бы поставил сюда минимум процента 3. Ну и потом уже с ним и тестировал. Но давайте пока для тестов оставим все-таки один, чтобы чаще были сигналы. И добавим сюда еще Telegram-бота. Небольшую структуру проекта сделаем. Перенесем запрос в файл IP. Веб-сокет желательно перенести тоже. Пусть у нас в основном файле будет просто запуск проекта. Так, вроде бы все корректно перенесли. Часть Telegram потом будем писать на Iogram. Тут GPT будет немного трудновато, потому что у него же база до 2023 года. Iogram постоянно обновляется. И GPT часто может выдавать просто устаревшую информацию. Но давайте попробуем. Я решил глянуть версию Iogram, которая у меня стоит, и уточнить GPT, чтобы, возможно, это улучшило его ответ. Делаем такой запрос и посмотрим, что сейчас GPT ответит на него. Ну и GPT нам выдал такой небольшой ответ. Небольшой код. Я уже перенес его в наш проект и сделал импорт из конфига нашего Telegram токена для Telegram бота. Давайте попробуем запустить, но мне, честно, так на первый взгляд не особо нравится код. Так, начально, в принципе, все работает на самом деле. Но давайте запустим его вместе с нашим скринером одновременно. Я тут не заметил, и GPT уже заранее нам все написал, как интегрировать в нашего бота. Да, здесь у нас будет запуск через Asensio Run, и здесь у нас будет запуск двух асинхронных задач. Делаем импорты диспетчера и бота из нашего тега бота. И здесь у нас будет запуск. Давайте попробуем запустить файл main и посмотрим, будет ли проходить наша команда start. Так как запуск etg bot у нас находится в разных файлах, и раньше оно бы так не работало. Но сейчас все вроде бы работает, и все нормально. Так, вот это вот я забыл убрать. И вот это, ну это пусть будет, ладно. Эта функция не будет здесь, но только если мы запускаем из этого файла программу. Давайте здесь добавим еще функцию asyncdev. Здесь у нас будет отправляться сигнал. Так, здесь нам нужно прописать, куда мы будем отправлять это. И здесь нам нужно добавить папку, где будут храниться все пользователи. Назовем ее users.json. Здесь объявим словарь. Будет такая у нас простая база данных. И попросим GPT, чтобы он добавил две функции, чтобы у нас при новом пользователе он сохранялся в нашу базу данных. То есть нам нужна функция сохранения в JSON формат. И выгрузку всех пользователей из JSON файла для отправки алерта, ну сигнала. Говорим, говорим GPT, что мы хотим получить. Какие функции и как они должны работать. Здесь GPT проверяет, чем является наш JSON файл. То есть он проверяет его на список. Но у нас это будет словарь. Но у нас это будет словарь, так как потом это будет легче масштабировать во что-то большее, какие-то пользовательские настройки вводить и так далее. Поэтому попросим его изменить на словарь. Итак, берем теперь эти две функции сохранения выгрузку. Так, тут проект немножко заспамил сигналами. Потом введем ограничение какое-то, чтобы не было спама. И пока сюда добавим, назовем его файл users moves и вставим сюда наши функции. Добавим импорты. Так, название файла нам нужно передавать. Не понятно, почему он капсом решил написать, но ладно. Примерно так будет выглядеть наши две функции. Скоро мы их протестируем. Пока посмотрим, что там еще у нас есть. И основная команда start. Так, сделаем импорты. В load нам нужно указать словарь, который мы подгружаем. Подгружаем. И также в функции alert подгружаем словарь и перебираем chat ID в юзерах. Все, теперь у нас готово все. Давайте также обернем в tryx kept, чтобы если там кто заблокировал бота или очистил историю, чтобы не было никаких ошибок, которые будут мешать проекту. В случае ошибки давайте будет просто удаляться пользователь и будет сохраняться новая база данных. Готово. Теперь давайте попробуем запустить и посмотрим, сохраняет ли меня или нет. Так, сразу видим, что почему-то не работает. Я пишу start и ничего не происходит. А возможно потому, что я случайно убрал хендлер, который отвечает за command start. Попробуем снова запустить. Пишем start. Готово. И пиши, что вот новый пользователь есть. Теперь давайте подождем, посмотрим, придет ли сигнал мне. А, я же не прописал, чтобы вызывалась наша функция alert. Идем в нашу функцию streams. И по-моему там где-то GPT предлагал какой-то красивый сигнал. Да, пусть будет так. И теперь вызываем alert. А, и нам нужно обязательно передать, конечно же, текст в нашу функцию alert. Все, теперь готово. Ага, у нас функция processClientData синхронная. Давайте ее сделаем синхронной и здесь добавим еще к рутину. И да, друзья, если вы хотите заказать какой-то проект, вам нужна помощь в разработке, то вы также можете связаться со мной в Telegram и мы поможем реализовать все. Да, сигнал, то есть, приходит. Но опять же, да, у нас часто не будет присылаться, какой-то спам будет. Поэтому давайте создадим словарь, в котором будет отображаться последнее время сигнала. Чтобы, например, приходил сигнал раз в 10 минут. Я бы добавил еще файл с настройками. Так, сделали, добавили настройки. Всегда осталось только импортировать их. Теперь скопируем все и попросим GPT добавить словарь с периодом, чтобы у нас не было спама. Делаем такой запрос, говорим, что мы хотим видеть, зачем это мы делаем. И я еще указал библиотеку, с которой это можно реализовать. Так, сразу вижу словарь, который он объявляет. Давайте его сразу добавим. Ну и просто скопируем функцию. Посмотрим, что он изменил там. Итак, здесь я добавил GPT условия. Текущее время минус последнее время сигнала. И все это переводит в секунды. Так как у нас время мы указали в минутах, давайте здесь добавим, умножим на 60, просто чтобы так же было в секунду. Я думаю, это легче всего будет. И функционал остается таким же. Теперь у нас есть ограничение по сигналам. Давайте попробуем его запустить. И посмотрим, как приходят сигналы. Вот уже намного спамило. Думаю, можно это еще сделать как-то для более приятного отображения. Объем здесь в принципе не нужен. Цены тоже не нужны. Это GPT повставлял. Ну а сейчас, я думаю, мы сделаем более понятно. Пока проверим просто, идут ли сигналы или нет. Ну вот, пришел значит сигнал. Введем его так же. И давайте сделаем более приятный интерфейс сигнала. А то мне не нравится, как он выглядит. Так, сигнал готов. Более приятное отображение будет теперь. И остался последний момент. Нужно добавить, чтобы у нас в торговой паре была сразу ссылка на биржу, где эта монета торгуется. Попросим об этом GPT. Говорим, что мы хотим, как обычно. Также я указал примеры ссылки, как должна она выглядеть. Сейчас посмотрим, что GPT придумает. Так, переменная trade link добавил. Trade link, символ. Давайте проверим. А, ну и обязательно у нас в алерте добавить, что parse mod html. Так, теперь все готово. Запустим, посмотрим. Да, у нас идет ссылка. Но видите, у нас, да, превьюшка Bybit. Это мешает. Нужно попросить GPT, чтобы он ее убрал. Давайте сделаем скриншот, покажем, что мы имеем в виду. А, мы скриншот сделать не можем, так как в O1 превью еще нельзя подгружать файлы. Поэтому просто ему опишем. Да, GPT указывает. Нужный параметр. Давайте его перенесем. Так, тут уже снова какой-то спам. И теперь давайте снова посмотрим. Так, пошли сигналы. И да, теперь все работает. Давайте еще проверим ссылку. Корректно ли она нас перенесет. Вроде бы да. Или нет. Что-то не так оно перенесло. Как у нас выглядит ссылка. Дело в том, что у нас в дате символ оказывается как PERP. А что говорит о том, что это фьючерс. И давайте просто укажем, что символ у нас равен символ replace Perp будем менять на USDT. Тогда по идее ссылка должна работать корректно. Да, теперь у нас ссылка работает корректно. Нужно было просто указать USDT. Все равно идет, видите, сигнал, когда мы указываем по 1%. Поэтому я бы указал 3%. Хотя бы. Тогда будет, я думаю, меньше спама. Но в принципе все готово. Данного быта я запущу на сервере, чтобы каждый из подписчиков моего телеграм-канала смог им пользоваться бесплатно абсолютно. И, возможно, как-то использовать в торговле. Также помните, что сейчас идет запись на обучение. Если вас интересует написание, самостоятельное написание подобных проектов, даже гораздо сложнее проектов, потому что сегодня был достаточно простой проект, там мы будем разбирать многие темы, и вы самостоятельно полностью сможете реализовывать такие проекты. Всего 5 мест, поэтому связывайтесь со мной в Телеграм, записывайтесь. Подробности также все в Телеграм-канале, вопросы можете мне задать. Также, если вам нужна помощь в разработке какого-то проекта, также связывайтесь со мной в Телеграм, мы с командой поможем реализовать вам. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok